Помощь беженцам в Сирии, конечно, не единственная, чем занимались наши военные. Среди задач, свои задачи выполняли бойцы сил специальных операций. Десять лет этому уникальному подразделению военнослужащих поздравил Владимир Путин. Верховный главнокомандующий уделяет большое внимание силам специальных операций. Следил за их формированием в 2009 году после событий в Южной Осетии, награждал наиболее отличившихся. Вы сейчас увидите, как готовить тех, кто с точки зрения военной специальности, каждый один во многих лицах. Днем и ночью, с неба хоть на землю, хоть под воду. Десантирование с высоты до 7 тысяч метров, способность в небе преодолеть расстояние в 50 километров, скрытно проникнув вглубь территории противника. Современное снаряжение, прибор ночного видения, кислородное оборудование, на себе продукты питания, аптечка, конечно же, боеприпасы и вооружение. Вот так, вплоть до противотанковых управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов. Солист специальных операций, будучи абсолютно изолирован от своих войск, он должен иметь базовые навыки абсолютно по всем специальностям. Это касается и владения оружием, и водолазным снаряжением, и владения техникой автомобильной, бронетанковой, ведения радио-технической разведки, наведения авиации. Наведение авиации – одна из задач, которую выполняли бойцы сил специальных операций в Сирии. Об этом узнали в стране и в мире в марте 2016-го, после подвига старшего лейтенанта Александра Прохоренко. Офицер ССО неделю в тылу террористов в Пальмире наводил на цели наши самолеты. Оказавшись в окружении боевиков, вызвал огонь на себя. Перед его подвигом преклоняются не только на родине. В Италии Александру Прохоренко установлен памятник. Как правило, мы не знаем их заслуг. Такова служба. Биографии засекречены, лица под масками. О подвигах в СМИ лишь иногда. И в общих чертах. В 2017 году 16 бойцов ССО подалепо двое суток. Сдерживали натиск 300 боевиков. Задачу выполнили без потерь. Это то, к чему их готовят. Генерал-майор Игорь Медоев в 2009-м был помощником министра обороны. Один из тех, кто стоял у истоков создания ССО. Личность легендарная. Основатель снайперской школы спецподразделения «Альфа». Прежде всего ССО отличается своей универсальностью. Потому что любое специальное подразделение, оно имеет узконаправленную специальность. Здесь же мы попытались собрать что-то общее. Взяв практику, опыт, мастерство, подготовку из всех подразделений. Президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин – ветеран «Альфа». За его плечами не одна спецоперация. Говорит, бойцы ССО – это те, кто прошел жесточайший отбор. Они могли бы сделать настоящую спортивную карьеру. Но выбрали для себя другую профессию – родину защищать. Встречаясь с врагом лицом к лицу. Огневая подготовка, точнее такой элемент, как ближний бой, ССО пришел из «Альфа» и вымпела. Данная установка называется «Апендаун». Приводится в действие простейшим образом за счет противовеса. Но она вводит стрелка в ситуацию, когда он должен поразить мишень, не задев при этом заложник, так называемого. То есть мишень «ноу-шут». Держу! Война в Афганистане, затем контртеррористическая операция на Северном Кавказе постепенно сместили акценты в подготовке и применении армейских спецподразделений, говорит Олег Мартьянов. На первый план вышли борьба с незаконными вооруженными формированиями, поиски баз, штабов, схронов. Бойцов ССО готовят прежде всего выполнять совсем другие задачи. Создавался для помощи нашим силам и средствам в прорыве противовоздушной обороны. Он создавался для борьбы со средствами ядерного нападения. Он создавался для того, чтобы нарушать работу крупных транспортных узлов, портов, систем материально-технического обеспечения. Обеспечить безопасность страны впервые было заявлено. Проведение операции как на территории России, так и за ее пределами. В их работе главное профессионализм и слаженность. Потому постоянная подготовка на полигонах, на слонах гор, в снегах Арктики. Чтобы выполнить поставленную задачу в любой точке земного шара. Евгений Лямин, Сергей Аксенов, Андрей Мелехов, Гурам Бразилов, Дмитрий Маслак, Игорь Алексеев. Первый канал.